Начинаем с фразы Хош Гелджинис Гелджинис Что переводится как? Добро пожаловать! С турецкого языка, да. Всем добро пожаловать на программу Новое утро. У нас уже в гостях Полина Лукаянова, студентка 4-го курса факультета международных отношений СФУ. Доброе утро! Доброе утро! Пока по-русски будем разговаривать. Но хотим узнать, что у нас на доске. Вы сами турецкий язык знаете идеально? Насколько сильно? Боюсь, что пока не идеально, но я к этому стремлюсь. Я изучаю его уже 3 года как. Но не планирую останавливаться и планирую достигнуть больших условий изучения. А чем вам так, пожалуйста, турецкий язык? Да, кстати. Это было очень спонтанно. Турецкие сериалы, признавайтесь. Кстати, нет. Все думают, что именно с них все началось, но на самом деле нет. Я просто решила позвонить, узнать, можно ли начать обучение турецкому языку. Мне сказали, да, приходите, вот с тех пор это и началось. Вы взяли и пришли? Да. И только после этого началось смотреть турецкие сериалы. Вам, наверное, по-турецки отвечали, вы не поняли. Видимо, да. Расскажите вообще про особенности языка. В чем отличие, например, турецкого от русского? Там, ну, слова другие. В принципе, да. А, вот это все? Да, звуки. Нет, ну, просто, например, там в английском языке какая-то особая грамматика есть, которая отличается от русского языка. Интересный факт про турецкий какой-нибудь. Глагол всегда ставится в конце предложения. Глагол в конце? Да. То есть надо дослушивать собеседника, чтобы понять, что он хочет сказать. Вот, Руслан, ты бы не справился. Вот, честно говоря, ты бы не справился. Плюс 29 букв в алфавите, очень много, ну, почти все латинские буквы, за исключением, которые пришли из арабского языка. Если по доске посмотреть, то эти буквы, которые с хвостиками, и буквы, которые с точками наверху, но они пришли уже больше, как и из французского языка, потому что звуки похожи на французский. Какая-то есть буква И, русская буква И с точками тоже. Да, есть И, а есть И. И очень много, кажется, каких-то таких шипящих там. Я бы не сказала, на самом деле. То есть все еще слова, как пишутся, так и читаются, за исключением одной буквы. Ее, к сожалению, здесь нет. Ну, вы, ну, напишите нам эту букву, если вы помните, как пишется. Вот так вот. И если есть нюхтая паска над буквой Г, то она не читается в словах. Вообще не произносится никак. Она так и называется юмушак Г. Мягкая Г. Юмушак Г. Юмушак Г. Мягкая Г. Ну, давайте же не будем томить и начнем потихонечку учить турецкие слова. Что у нас первое? Мерхаба. Мераба. 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 И надо тоже Х это произносить. Не надо же. Кстати, в арабском языке тоже присутствует это слово, там читается эта буква Х. И, кстати, когда в Турции я была, некоторые тоже через букву Х читали. То есть Мерхаба. Ну, Мераба. Мераба. Так все-таки говорят. А как переводится? Здравствуйте. А, здравствуйте. Мераба. 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 Так, а дальше Насил Сизнис. Насил Сизнис. Я, как говорила, это буква И. Насил Сизнис. Насил Сизнис. Насил Сизнис. Насил Сизнис. Насил Сизнис. Очень сложно. И это вопрос, правильно? Насил Сизнис. Как дела? Дела. Все просто. Привет, как дела? Но. Тогда. Обращение на вы. Насил Сизнис? Да. Насил Сизнис. На вы. Как у вас дела? Как у вас дела? А если на ты что-то поменяется? Да, вот эту штучку надо будет убрать. Насил Син? Насил Син. Насил Син. Насил Син. Насил Син. Как у тебя дела? Мераба, Насил Син. с ним уже мы разбрались это добро пожаловать я думаю что вот следующее слово это добрый как оно читается гена 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 иди гена иди звук очень между ию следующая из того же раздела луи гуннер какая же это это и и и что это тогда получается и у и у и у и у добрый день добрый день как прочитать и геннер и и геннер и и и и и и подождите и геннер тут добрый тут добрый ничего их не объединяет менять слова гимна она переводится как день всего лишь как день день а тут нет ну вот так вот придумали сложно это тогда и и и и это вообще хорошо хорошо хороший как будет по-турецки новое утро или у них не или у них нельзя так сказать что за новое утро такое себе мне кажется мне интересно вот дурак почему написано здесь дурак и коза как вы думаете что это может ну коза это шутка дурак это блин даже не ну шутник дурак весельчак казалось бы но нет коза это авария случае допустим автомобильная этом это коза и образуется как коза коза все как пишется так читается дурак дурак это остановка как вы произносите еще дурак дурак у нас еще есть аск какой-то ашка 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 здесь еще хаще да просто хвостик да сейчас песни таркана у меня в голове начинает играет одно из самых красивых слов любовь ашка а бардак 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 все как бардак это рынок не а бардак это даже нет предположений ночь связано с посудой посуда это тарелка ложка вилка кружка стакан стакан все перечислено ну и давайте еще успеем наверно табак спросить вас тоже посуда тоже посуда неудивительно кружка в этот раз нет нет было названо уже тарелка тарелка табак это тарелка так и получается я такой начинаю диалог а потом говорю а как до свидания сказать гири шерус гири шерус гири шерус гири шерус я даже немножко устал пытался просто все это запомнить наш урок подходит концу мне кажется нам пятерки точно не светят за этот урок но мы как могли старались благодарим за урок полину лукаяна у студентку четвертого курса факультета международных отношений с фу и как попрощаться всем сказать до свидания валерия по-турецки а я просто хочу сказать что мы вас ашк любовь